Продолжение следует... А потом начали друг друга убивать. Ну, в принципе, вот об этом-то и видео сегодняшнее. О том, как нужно и как должно убивать всех подряд и всех вокруг. В общем-то, как видите, перед вами СУ-152. Давненько уже один из подписчиков на моем канале просил сделать видос по этому танку. И, в общем-то, откровенно говоря, готовил. Готовил я видео. Но видео с рассказом о том, как создавался этот танк. И первый снаряд пошел. Ай, хорошо зашло. Так, ну, как видите, противник по мне промахивается. Это радует. Это не может не радовать, в общем-то, всегда, когда промахивается противник, всегда радостно. Мне на душе. Так, ну и, в общем-то, видео я готовил про то, как создавался этот танк. Нашел я интересный материальчик. Решил его зачитать. Но так как это все-таки все не было... Ну, не так, скажем, очень, чтобы быстро сделать. И вот поэтому необходимо все-таки мне сначала надолбить, наиграть чего-нибудь какие-нибудь интересные. Ну, давай, давай. Ой, красавелла. А, смотрите, как хорошо на 700 прямо-таки в номинал, как говорится, зашло. Так, ну, в общем-то, и... Ну, еще... Ай-ка, мешается, мешается. А ведь могло бы еще хорошо зайти, а? Ну, ладно. В общем-то, вижу я, что противник там... Ага, и видос этот, в общем-то, о том, как фугас решает, на самом деле, на поле брани. Вот, но дело не в этом. Дело в том, что так как это видео записывалось 1 января, то... Ну, ну, ну... Ай-яй-яй-яй. В общем-то, пипл, как вы понимаете, сейчас страдает. 1 января страдал он очень сильно. Вы когда смотрите... Ой, ну что за красота. Второй фраг. В общем-то, вы-то смотрите уже второго, поэтому вам не понять, как это было. Люди, которые играли 1 января, они просто умирали. Поэтому, посмотрите, команда... Ну, очень так, команда идут приблизительно ноздря в ноздрю. Тут вроде бы вот она уже 4-3 вырывается наших команд вперед. Благодаря мне, который принес 2 фрага. Благодаря моему гигантскому фугасу 152 миллиметра. Ну, ну, ну... Да, жалко, жалко. Так, ну и спешу, спешу. Я как практически Чип и Дейл на помощь, потому что вижу, что наши должны, должны там продавить. В принципе, было бы все отлично, все в порядке, все ништяк. 6-4. Ну, что тут можно сказать? Конечно же, команда наверняка вырвется вперед. Ну, как вы понимаете, что если когда я так говорю, значит, наверное, не все так. Однозначно и будут какие-то противоречия и какие-то косяки. Кстати говоря, конечно же, помогло мне еще и то, что... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Нет! Собака ты бешеная. Да, в общем-то, так как я играю здесь с Твинка, то, естественно, не прокачан у меня экипаж на вот этой вот фугасной дуре. Поэтому, к сожалению, проблематично. Слушайте, как он меня прошил, а? Прям насквозь. Ну, ладно, не буду ничего говорить. Жду, жду я его, чтобы покарать. Падлу такую. Так, вообще, там что-то складывается все не очень хорошо. Уже 6-7, между прочим. В смысле, 7-6 в пользу противника. Так, ну, Е-25. Ну, ну. Ой, какие моменты. Слушайте, вот, в общем-то, так как и меня мой подписчик просил сделать видео, но я не мог ему и отказать. И вроде бы, как нужно рассказать о том, как, что, где, когда. Череп твой. Вот, и как играть на этой машине. Ну, откровенно говоря, как играть на ПТ, у которой не двигается, не вращается башня. Блин, ну, это ты встал в кустах, взял ствол в руки. Ну, дальше вы знаете, в общем-то, что необходимо делать. Ой-ёй-ёй-ёй. Стоямба, стоямба, стоямба. Ну, ну, на гусле, на гусле. И пошел отлично. 313. Великолепно. Третий фраг. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. 10-9. Опять вырывает практически. Вырывает победу наша команда. Но всё не так. Ой-ёй-ёй-ёй. Я смотрю, что на левом фланге складываются дела. О-у-о-и. Не очень-то так, чтобы хорошо, в общем-то, зарядился я голдой. Ну, это понятно. Потому что хочется, хочется, конечно, чтобы добить всех подряд практически до смерти. Ай-яй-яй. Как ему не повезло. Не успел я до него доехать. Ну, я спешу, спешу на помощь. Вижу, что КВ-85 уходит. И тут... Ага, ну, давай, швед, проклятый. Держи. Фашист. Ну, в принципе, шведы-то у нас были как бы не за нас. Поэтому держи, фашист, гранату. Так, так, так. Кто-то по мне отстрелялся. Я знаю, что впереди КВ-85. И нужно, ну... Да, конечно. Сейчас я встану на базу и буду там под этого-то самого. Нетушки, нет. Вперед-вперед. Только фугас, только хардкор. Потому как у КВ-85, вы помните, у него остается 87 хп. Ну, что там, что... 10%, да, от номинала. 10-10. У меня с математикой всегда были проблемы ужасные. Гигантские, просто непредсказуемые. А опять на стороне противника-то перевезды. Ой-ой-ой. 13-11. Что творится? Господи, помилуй. 4 фрага у меня, 1 у... Ну, ну, ну... И вот здесь я, конечно, допускаю сейчас критическую практически ошибку. Нахера, нахера я так делал, непонятно. Потому что и так ведь было понятно, что нихера не получится, поскольку это фугасы здесь сыграет... Ну, ну, ну... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, да получи, блин, гнида проклятущая. В общем-то, истратил, истратил я говдовый снарядик опять. Так, ну, 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 пять фрагов. Будет шестой. Будет ли шестой? Будет ли воин? А-а-а-а-а-а, конечно, будет. Так, я понимаю, что СУ-152 остается один, практически, на двое с нами. И посмотрите, посмотрите, что он творит. Блин, ну, ну, будет видно, не будет. Вау, какой выстрел, и какой промах у меня. Так, ладно, 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 блин. Очкую я, очкую, конечно же. Перезаряжаюсь только на... Да, ну, голдовый и так был потрачен. Да давай, даю, конечно же, даю. Две семьсот двадцать девять, в общем-то, хп набито. И смотрите, ведь у КВшки тоже пять фрагов. Ой, фу, КВшки, господи, у СУ-152 противника тоже пять фрагов. И смотрите, ведь он тоже хочет воина. И... Да, критическая решающая ошибка. Отлично, в ангар. Три сто семьдесят два. Просто великолепно. Семь фрагов, я лучший. Сам себя не похвалишь, никто не похвалишь. Ну, а всем, кто смотрел, всем с Новым Годом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Оставляйте какие-нибудь комментарии под видео обязательно. Пожалуйста, я вас прошу. Ну и всем до зустойча. Субтитры сделал DimaTorzok